Воскресенье, отчетного президента Андрея Юрьева и президента Владимира Бродюса. Дорогие спорта вашего внимания, эфирианный поединок сегодняшнего вечера. Весотой кандидатии свыше 91 килограмм. Первый рейт приглашается в самый тяжелый участник сегодняшнего матча, вес которого составляет 112 килограммов. Ливьянер команды британские львиные сердца, боец механических островов королевства Тонга, Уаин Фа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас, я уверен, зал зарвется овациями. Поскольку этот выдающийся боксер за столь короткое время, после Олимпиады, сумел завоевать сердца миллионам украинцев, казак нам возле гостей добрый сказочный волшебник Александр Уси! КОНЕЦ! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас золото олимпийское завоевал на весовую категорию ниже Но тут полутяжелым выступает Гвоздик Так что Усик у нас теперь стал супертяжем Пока что он еще не успел, что называется, намотать мышечную массу Там, по-моему, 95 кг всего весит Разница большая, но посмотрим, насколько тут большая разница в классе и в мастерстве По версии Айба Усик является лучшим боксером 2012 года Ну, важный соперник, но будем надеяться, что Усик будет легче на ногах Само за рахунок того, что трошечки, ну, не трошечки легче, а легче За соперника, ну и подивимся, что нам запропонует нам Олександру Усику Вейнфа Взрос так уж, достаточно серьезный, Уфа 196 сантиметров Так уж, справжний важкий ваговик Да, он огромен Ну, посмотрим, когда он начнет пропускать удары от Усика Как он будет действовать Четыре победы во всемирной серии бокса у него в активе Чемпион Океании В общем-то, пока что, можно сказать, что он один из сильнейших боксеров В команде британских львиных сердец Молод, 23 года И не поспешает Олександр Усик идти на своего соперника Больше працюет в центре ринга Впрочем, наступная неделя день народжения Олександра Усика Водвин Денис Мухаммад Амали Хороший удар по корпусу Плотно приложился Усик Мы видим, что украинец боксирует в правосторонней стойке Он левша Также мы видим новую прическу у Александра Ослэдить, дабы не мешал Немножко сейчас Подвязали Спокоен украинец В всяком случае Смотрится спокойным Первый раунд такой напряженный В плане того, что неудобно Ни Усику, ни Уфа Пока что они друг другу не адаптировались Такая тиша Не электризована Просто в воздухе Суперник очень тяжелый Усика Для него это и дебют И дебют Те, что мы сказали Что и без шоломов Ну и очень много Залежит от того, как проведет Первый раунд Олександр Усик Ну а когда он слышит соперника Думаю, мы увидим Того Олександра Усика Якого бачили в Лондоне Да, ну вообще стиль У Олександра Усика Можно сказать, такой Игровой Много Работает на ногах Ну пока что такой вот Первый раунд Можно сказать Разведывательный Со стороны Обоих соперников Все равно нелегкий 10-9 Одно стайно Отдает Олександру Усику Да, ударов мы увидели Немного Но больше Все-таки прошло От Украины Больше точных ударов И правый фар Достал Підбориття Усик Он и достав Дякую диповую Не дуже сильно И Олександр Усик В его атаке На ваших экранах Також правильно Тиск сказав Что пристосовывается Ось такая с левой Да, вот ответка Слева от украинца Слева от украинца Слева от украинца Слева от украинца Слева от украины Острадаю на останове От Михаила Мельника Анатолия Ломаченко Олександр у нас уже есть в активе но общем-то от этого боя зависит получит ли хоть одно очко сегодня команда британских винных сердец ты знаешь что руководит того что до позиции набраних кучок тут принаймні цей бал взагалі не можно видавати тут не можно залишати точнее відпускати британців заробленим очком додому дуже дуже важко усик не хочет этого делать ни в коем случае тут покружили немножко сейчас ребята пользуется своей длиной рук своими габаритами воинфа злівою пробиває усик над рукой удалось пимав супернакового тацевсти пробита злівою усик имущество в скорости украинца очевидно он этим пользуется но дотянуться все равно сложно до уэйна даже если получается то в общем-то неплотно да такие скользящие удары тут на средний конечно можно было уже и подключать называется мощные удары стихая навіть поширтувати у нас у рейдзи Олександр Усик да ну все я думаю помнят Гопак Александра в конце поединков и в финале Олимпиады да после того как он взял золото спрашивали интересовались у него увидим ли мы во всемирной серии бокса Гопак в его исполнении в общем-то говорит что скорее всего нет но я думаю это дело настроения тут треба чтобы Усик и був у настрою після закинчения двобоя мае бути задоволеним собою це по-перше для того чтобы и повести подякувати всім кто за него болював но Усик поки що бачимо что готово готовался до цего двобоя готувалися всі олімпийцы ну и еще обережно хотя другий раунд уже набагато набагато яскравейший ниж пер в першую кому доказавши правильно доказавши да сейчас жочные удары проходят от Усика и по-моему уже кровь появилась у Уэйнафа хорошо смещается украинец лёгок на ногах чёткий удар слева под концовку этого раунда проходит от Усика ну и ждём результата второго раунда Владимир Степанович Продиус 10 9 на користь Олександра Усика так завершується и другий раунд другий дуже важкий раунд для Усика джину соперник про нього багато що казали а он фай демонстрирует чому ж про нього нам казалось що він дуже-дуже серйозный соперник тут є над чим попрацювати Олександру Усику впродовж ще трьох раундів які ми з вами побачимо ну и тут є навіть що очікувати від Уэйнафа габариты дуже-дуже серйозні є і терміка серйозна у соперника Анатолій Ломаченко показував Усику що не треба заряджати на єдиний удар треба повністю працювати бити соперника треба влучати Толій Николаївич щось дуже настійчиво требував просто от Усика щоб він не відпускав соперника після того, як попав а тут же продовжав і розвивав свою атаку Усик вказав, я зрозуміло Ви продовжуєте, знаєш, заряджати свою ліву гармату двічі, як він ще влучає акцентована, але дуже потужна Трійку вимагає Анатолій Ломаченко від Олександра Усика Якщо трійка пройде, ти знаєш, тут ФА, я би не позадив Включає, включає Усик Чуть потерявся зараз у Войн-ФА і не тільки тому, як себе веде зараз гвоздик А тому, як він вийде Ричі проходить Усик затыскав на донаті в соперника просто на відпускав Уйн-ФА признающий роботу Францюю кордюсом на відпускав Усика Усик Більше заряджено на досрочну победу Забився Усик Вільше тревогий удар Улучає бокові, знаєш, так і зливу А утрой Вільше тревоги Ви слухи Ви слухає, як підключаються у нас зрители Такої підтримки, просто грех не демонстрирує свою лучші качества Иде вперед Усик, последняя минута третьего раунда провел уже соперник. Да, не позавидую сейчас Уэйну, который является хорошим боксером, но слишком высокий класс у Александра Усика. И в растерянности сейчас боксер из Томга. Анатолий Ломаченко продолжает вымагать от своего подопечного, что нужно сильно, нужно точно на данный момент спрацювать. А потом уже и с левой, ты знаешь, прекрасность и закончить этот бой. Но очень сильный третий раунд, именно от Усика. Да, и сейчас только взял паузу Александр. И не выходит, ты знаешь, что выходило в первом раунде ОФА тримати на джебе. За рахунок долгое годы Усик, Усик сразу же с первым же кроком разрывает эту дистанцию. Заканчивается третий раунд. Очень хороший и зрелищный для Александра Усика. Ну что, уже можно говорить о том, что более-менее легко дается переход вот из любительского бокса, такой полупрофессиональный нашим олимпийцам. Ты знаешь, что приятно, то, что соперники очень нелегкие. А вот так вот на одном дыхании работают наши боксеры от раунда до раунда. И Ломаченко, и Гвоздик, и Усик. Он так же удивился, очень приятно удивился Александр Стрецкий. На жаль, не вышло у Ильницкого. Но его, я думаю, мы еще увидим в следующей серии бокса. Сейчас продолжим следовать за двоем Александра Усика. Ну и вы слышите последнее слово от Анатолия Николаевича Ломаченко. Куражем. Это умеет Усик. Ну, кстати говоря, вот то, что мы сейчас видим наших олимпийцев без шлемов во всемирной серии бокса, то нужно сказать, что не только их, а и вообще скоро весь аматорский бокс перевернуться на без шлемов. Одни из первых – это команда Казахстана проведет свой внутренний чемпионат, и там уже ребята будут боксировать без шлемов. Ну и вперше, до речи, у нас сегодня и Усик боксирует без шлемов. Казахстана. Все еще опасен. Мы видим удар справа, там колоктушка такая тяжелая. Нужно следить за ней. Пока что, уверенно, он делает это Александр Усик. Не дает сопернику использовать его зброю. Так же так же Гайдая идет не только вперед и очень классно Гайдая корпусом. Он не может поймать пока что. Пав вообще за четвертый Усика. Шел влево и тут же его правым боковым останавливает Усик. Все видит, читает и предугадывает действия соперника украинец. Снова и снова демонстрирует свой класс. Четвертый раунд. Тривая, остается у нас немного больше, чем минута. Александр Усик продолжает доминировать в ринге. Захопил он, здаясь, там, с закинчением первого раунда центра ринга. Просто не дает зайти туда сопернику, в инфа. Пока что ты знаешь, Вячеслав, ну, возможно, чекает на какой-то лаки панч. Это бокс, это супертяжелый вес. И, в общем-то, он может рассчитывать на это, потому что он действительно парень с ударом. Другое дело, что сейчас ему мало что удается. Заставляет его делать промах за промахом украинец. Ну, а вот... Мы левый на сады еще. Да. Как ты скажешь, тут боксик. Его стороны со с точностью все в порядке. Это же выважено. Знаешь, про это у Иоанна Сусик. Уражение, что взагалей, взаимых рухи не робит. Да, ну, как по мне, все-таки тяжеловат у МФА. Стоило бы ему немножко погонять вес. Чувствуется лишняя масса. Он не такой легкий на ногах, не такой подвижный. И именно с этим связано, что он просто иногда не может дотянуться до легкого портающего, как бабочка Александра Усика, который родился в один день с Мухаммедом Али. Ну, кстати, мой коллега Владимир Кобельков тоже родился в один день с Мухаммедом Али. Ну, не думаю, что в трех зберемся, ты знаешь. Ну... Александр... Усик хороший подарок делает и мне, и с обидорой, и на день народжения. Да, я думаю, сейчас... Он скажет, что нужно сгонять Уэйну Фа. Ну, и он непоганно сейчас Александр Усик за эти четыре раунди погонял. Я думаю, что с вагой уже трошки меньше будет он важен после этого двойного боя, но и очень важно. Да, если на взвешивании все с придыханием воскликнули, чтобы узнали, какая разница в весе, то сейчас понятное дело, что это разница как раз на руку Александру Усику. Пятый раунд. И... Врумпой! Вмпой! Потерял равновесие Уэйн Фа. Анатолий Николаевич просто требует от Александра Усика преследовать и прессинговать оппонента. Анатолий Николаевич просто требует это делать. Ты правильно сказал, что в четвертом раунде это супер-важка вага. Тут может за несколько секунд все изменится. Один удар может все изменится, но не будем даже думать об этом. Александр Усик ведет по очкам. Осталось немного. Збиваю соперника. Мы с тобой будем продолжать ожидать нокаута все-таки из святой серии бокса. Александр Усик пробивает очень-очень вдало. Ну и есть такие, знаешь, похитивания от Уэйна Фа. Пик больше туда нокдауна или нокаута. Дивите, так Усик очень-очень мацно пробил у щелеку соперника в третьем и четвертом раунде. Да, ну в общем-то такая трансформация налицо в действиях Александра Усика. Я имею в виду, что многие говорили, что вот его манера, когда он выступал в любителях, не очень подходит для профессионального бокса. Можно сказать, что он поменялся. Там действительно в любителях он не... Очень редко делал акцент на силовые удары. Ну, сейчас мы видим как раз, что все нормально. Завился и зал заводит Александра Усика. Но Усик у нас и так всегда очень по-спортивному, хочу сказать, заведенный. Нацеленный он на соперника, что свечит эти четыре раунда, уже почти пять раундов супербоксу от Усика. На последняя минута финального поединка этой матчевой встречи в атаке у УИНФА. Но тут и акторской встречи демонстрирует нам Александр Усик, за что я всех его люблю. Еще не за те, что у него завжди два пьеса с элементами гуман. Ну что, последние секунды. У УИНФА делает все, что может. Стоп! Он раздает от Усика и гон. Вот такой был дебют Александра Усика. Таким был его нелегкий соперник, с которым справился наш боксер. Да, ну что. Дуже видовочный двобей от Александра Усика. Уже можно говорить о том, что дебют удался и для Александра Усика. Смотрим на повторы. Уверенно он проводит этот бой. Водя говорил о том, что не на все сто процентов он был готов сегодня. Он просто физически не мог после столь долгого перерыва войти в нужную форму. В любом случае, возможно, мы бы увидели и досрочную победу. Но в любом случае мы поздравляем Александра Усика. Патриота Александра Усика. С его дебютом. А вы, как правительство, веселое количество выше 90-го килограмма в суде принесли следующее решение. Студия номер один. 50-45. ФЦ-45. Студия номер два. Чудия номер два. 50-45. 15-45. Студия номер три. Чудия номер три. 50-45. 50-45. 15-45. Дамы и господа, поэтому выявили и для вас с предыдущением судебного ПНРС. Александр Усик. Дамы и господа. Дамы и господа. По группе, когда будет известен расклад турниной таблицы. Александр Усик. Александр Усик. Александр Усик. Александр Усик. Александр Усик. Смотрите нас в следующий раз.